Всем привет! Друзья, SmokeFX на связи. В этом видео мы с вами рассмотрим третий шаг, как стать трейдером. Мы с вами рассмотрели, я уже объяснил, что на первом месте у нас теория, на втором месте у нас практика. То есть мы анализируем, смотрим, уже применяем свои знания на деле. И третий шаг, который в обязательном порядке должен у вас присутствовать, это перенагрузка. Вы должны себя перегружать торговлей. Понимаете, как хотите. Я, чтобы научиться анализировать так, как я это умею, а как я умею, вы знаете. Если кто не знает, то смотри любое видео у меня на канале. У меня были моменты, когда я за день, чтобы не соврать, давайте образно скажу, я заключал по 200, по 400 опционов. Ни на реальном счете, ни всегда. И на демо счете. То есть я торговал просто сутками. Для чего? Для того, чтобы набить себя. Я анализировал сутками. Меня тошнило от графиков. Я отходил от торговли на несколько месяцев. Потому что я уже, в принципе, не мог наблюдать за этим графиком. Я вот открывал, понимаешь, MD4. Открыл. Я смотрю на все, что здесь происходит. И веришь, мне уже жить не хочется. Потому что я смотрю на это уже несколько месяцев подряд, интенсивно. И я думаю, мне что заняться нечем. Но я отдавал себе отчет, что рано или поздно это приведет к тому, что я смогу анализировать, как анализирую сейчас. И я не прогадал. А сейчас что мы отметим? Движение вниз. Уровень сопротивления. Видим, что цена у нас от этого уровня уходит. Отметим локальный минимум. Он у нас был уверенно пробит. То есть здесь мы ожидаем от данного пин-бара минимальную коррекцию. Снова движение вниз. Все. То есть я несколько лет шел к тому, чтобы за буквально 10 секунд проводить анализ графика. Чтобы я открыл, посмотрел, что на H1 у нас происходит движение в достаточно узком диапазоне. Отметим этот диапазон. Цена у нас идет от одной границы к другой. Мы это также видим. Здесь у нас что отметим? Локальный минимум. И можем смело предположить, что цена у нас будет двигаться сюда. Вот опять же, понимаешь, анализ буквально за 10 секунд. Поэтому мой вам совет, как человека, который через все это прошел и который знает, что работает. Перенагружайте себя. Делайте себе такие дни, когда вы будете... Просто у вас уже глаза будут вылазить. Но таким образом, знаешь, закаляется сталь. Поэтому мой вам совет, делайте себе такие дни перенагрузки. Вы должны торговать просто до тех пор, пока вас не будет тошнить. Что вы смотрите, и у вас уже, знаешь, выворачивает всего. Вы не понимаете. Ну все, хватит. Вроде проанализировал. Зачем я это делал? Доллар иена. Тут у нас движение вверх. Ну ты посмотри. Ну буквально на секунду ошибся. Но ничего страшного. Дождемся отката. Перекроемся. Так, у нас здесь потенциал движения на повышение. Локальный максимум присутствует. Минимальную реакцию мы с вами ожидаем. После чего у нас произойдет пробитие. Смотрите. Смотрите на графики. Анализируйте все время. Вот просто постоянно. Постоянно, постоянно. А заключайте хотя бы 100 сделок. Вот выберите один день в неделю. И заключайте по 100 сделок. 100 опционов. Потом смотрите на статистику. И заключайте до тех пор, пока хотя бы 70 из 100 не будут закрываться у вас плюс. Если вы достигли такого уровня, могу вас поздравить. Вы уже являетесь трейдером, который будет зарабатывать. Таким образом, опять же, вы натренируете себя в психологию. Вы будете понимать, какие моменты больше работают. Какие работают меньше. Где вам не входить. Где вам нужно входить. Все это необходимо делать. Необходимо. Начинаем вы будете анализировать ни капли не хуже, чем я. Скажу, что впереди у нас будут курсы по психологии. Курсы для начинающих. Экстра курсы, где мы будем рассматривать достаточно много интересных тем. Поэтому советую вступать в наше сообщество. Все ссылки в описании. А так, друзья, что? Третий шаг. Нагружайте себя как можно больше. Всем пока.